Всем привет! Во-первых, я хочу поздравить вас всех с наступившим Новым Годом, и во-вторых, я хотел бы поделиться с вами новостями нашего стрима. Итак, у меня есть несколько новостей. Первая из них не очень радостная, не очень хорошая. С 1 января 2017 года, то есть со вчерашнего дня, в России начал действовать закон, который многие знают под названием «Налог на Google». Это закон, который обязывает иностранные IT-компании, которые работают на территории России, с населением России, уплачивать дополнительный налог, НДС, на налог на добавленную стоимость, в казну, которая составляет 18%. Раньше иностранные компании не платили, теперь будут платить. И это много на чем отразится. Не на всем. Например, вроде игры обещают не подорожать. То есть не переживайте, вроде бы игры в стиме не подорожают, и оплата игрового времени тоже не должна подорожать, в том числе бустеры в Харстоне не должны подорожать. Но многих это коснулось тем, что Twitch уже отреагировал, и Twitch уже подорожал. То есть к подписке прибавили этот налог, и теперь она подорожала примерно на 20%, то есть в районе доллара там накинули сверху. То есть многие из нас уже почувствовали этот эффект, и еще неизвестно, кто еще из нас его почувствует. В общем-то законопроект был принят давно, но действие он начал 1-го числа. Создатели законопроекта, собственно, те, кто принимали и создавали закон, они утверждают, что основная причина этого закона – сделать равные условия для иностранных и наших отечественных IT-компаний, потому что наши IT-компании налог платят уже давно, а иностранные не платили, соответственно, неравные условия, и трудно с ними конкурировать в плане цены. Теперь все в равных условиях. Но учитывая, что Twitch подорожал, я думаю, что в этом чувствуется рука GoodGame и SK2TV. Ребята, вот эти серые кардиналы законодательства, серые кардиналы Кремля, GoodGame и SK2TV. Ну, это наша первая не очень хорошая новость. К счастью, все остальные новости сплошь хорошие. Во-первых, со вчерашнего дня, с 1 января, я начал стримить не только на Twitch, но и на YouTube. Идет два параллельно-топа потока, один идет на Twitch, один на YouTube. Многим из вас неудобно смотреть, многие мне писали, что и по времени что-то не подходит, и записи, что-то не то. В общем, есть люди, которым неудобно смотреть на Twitch. Я, собственно, уже давно собирался делать, но руки не доходили. Но вот перед новым годом я сел, все настроил, пока еще не совсем все идеально настроил, но уже нормальный поток есть. И мы вчера это протестировали, в общем-то, все отлично. Стрим идет, буду все там доводить до ума, все это вылизывать и приводить в порядок. Есть только у нас большие сомнения с чатом, потому что там полный бородак творится, вообще непонятно, что с ним делать. Такой трэш, что пускать, конечно, на экран не хочется. Я подумаю, как можно привести чат на YouTube в порядок, либо какая-то, не знаю, какой-то будет... Сонтер команда какая-то модераторов, либо еще какой-то способ, и попробуем этот вопрос решить. Но если никакого решения не найдется, возможно, я просто отключу чат с YouTube, пока не придумаю, что делать. Но тем не менее, стрим у нас на YouTube теперь есть, можете смотреть там, ссылочку я дам в описании. Вот, следующая хорошая новость. Я также перед Новым годом тут повысил свой уровень владения технологиями. И у меня есть хорошая новость для некоторых моих платных подписчиков на Twitch. Теперь мои старые, хорошо проверенные подписчики могут отправлять в чат картинки. То есть не просто ссылка, которая будет в виде ссылки, они отправляют туда ссылку, и чат автоматически разворачивает эту ссылку в картинку. То есть видно будет прямо на экране. У нас уже была такая функция давным-давно, но тогда у нас был чат древний, несовершенный, и можно было либо всем разрешить, либо всем не разрешить, всем запретить. И когда я включал эту опцию, то начинался тоже полный трэш, люди такое непотребство отправляли в чат, а по голове за это получал я, потому что отвечают определенные правила, и, соответственно, я должен следить за тем, чтобы контент этим правилам отвечал. Теперь я могу решать, кто может отправлять такие картинки, а кто не может. И я буду этим пользоваться, потому что большой член, большая ответственность. Картинки отправляете вы, а ответственность за это несу я. Поэтому, соответственно, я планирую, что такая опция, такая возможность будет перком за 3 года платной подписки. То есть довольно много. Но так как у нас 3-х годовалок еще нет ни одной штуки, я, собственно, партнерку получил меньше 3 года назад. Поэтому я начну выдавать такие права с 2-х лет подписки, ну и каким-то отдельным, особо проверенным моим зрителям, которым я могу полностью довериться. И, конечно, за нарушение правила, если будете линковать туда, не знаю, какую-то там порнуху или даже эротику, какую-то расчлененку или какой-то трэш, конечно, буду тут же права забирать обратно и все, и гуляйте. Вот, надеюсь, вам понравится, ребята, новая фишечка. И последняя, последняя хорошая новость на сегодня. Не так давно я, да совсем недавно буквально, завершил розыгрыш. У меня был розыгрыш на портале StreamPub. Мы разыгрывали 5 наборов по 60 паков. По-моему, 21 декабря я все это разыграл. Мы нашли 5 победителей. Победители получили свои призы, мне уже отписались. Там все довольны, ребята. В общем, мы разыграли 300, суммарно 300 быстрого по Харстону. И вот уже у нас снова на портале StreamPub новый розыгрыш. В этот раз у нас приз 1, но крутой. Крутой, но 1. Приз у нас монитор, ребята, вот АОК или АОС. АОС, АОК. Такая вот модель, 24 дюйма. Я посмотрел, ну я таким не пользовался, но я посмотрел отзывы на Яндексе. Там все довольны как 100 индейцев. Говорят, монитор очень крутой. Вот, соответственно, такой монитор у нас разыгрывается снова на портале StreamPub. Для того, чтобы розыгрыш состоялся, нам нужно набрать 10 тысяч участников. Ну, я думаю, за неделю, за две мы наберем необходимое количество участников. И как только наберем, я на стриме в прямом эфире разыграю этот монитор. Мы найдем победителя. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно пройти по ссылке streampub.net.gnumi. Я размещу еще в описании. Вот видите, в адресной строке StreamPub.gnumi. Вот, и дуба и кнопка участвовать в розыгрыше. Нажимаешь участвовать, ты сразу становишься участником розыгрыша, но у тебя небольшие шансы на победу. Можно их повысить. Нажимаете эту кнопку. И тут есть система квестов. Система квестов, которая повышает наши шансы на победу. То есть подписаться на канал на ютубе, подписаться на твиче, перейти по ссылке, сделать репост, сделать репост в фейсбуке, вступить в группу, ребята. В общем, все это действие повышает ваши шансы на победу. Чем больше всего сделаете, тем выше шансы на победу. И, соответственно, когда наберется необходимое количество людей, мы разыграем вот такой вот монитор. Ссылку на него, пожалуй, тоже размещу в описании. Ну, собственно, все. Что-то много ссылок нужно будет разместить в описании. Собственно, это все, что я хотел вам сказать. Это все, чем мне есть поделиться. Пока. Еще раз всех с Новым годом. Хороших вам праздников. И оставайтесь с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok